Из-за падения криптовалютного рынка на протяжении предыдущего года средний показатель убытков всех фондов составил 46%. Некоторые полностью разорились, однако большинство все еще борются за выживание, из которых львиная доля управляет активами на сумму менее 10 миллионов долларов, из-за чего долгосрочная устойчивость их бизнес-модели может быть под вопросом. Менее 10 фондов имеют в своем распоряжении активы на сумму более 50 миллионов долларов два крупнейших, это базирующиеся в Сан-Франциско Пантера Кэпитал и Поличайн Кэпитал. Последний поддерживается венчурными капиталистами Андрисен Хороуиц и Секвоя Кэпитал. Наилучшие результаты показали фонды, которые сыграли на падении биткоина и других криптовалют. Показатель их средней доходности составляет 8%. Стоит отметить, что эти данные являются лишь приблизительными, поскольку точно оценить финансовые положения криптовалютных хедж-фондов достаточно сложно, особенно тех, которые владеют неликвидными токенами или инвестировали в проекты на ранней стадии через Saddle, простые соглашения для будущих токенов. Помимо всего прочего, многие фонды не предоставляют оценку стоимости чистых активов для криптовалют, а у 75% нет независимых директоров в правлении, из-за чего возникают вопросы о стандартах корпоративного управления и возможных конфликт. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok